Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. После попыток некоторых телеканалов представить о якобы несправедливом положении женщины в исламе, женщины в Дагестане, хотел бы рассказать коротко о высоком и достойном положении женщины в исламе. Для этого, по поводу этого можно, конечно, говорить очень долго, читать лекции, но я считаю, достаточно одного хадиса посланника Аллаха саллиллаху алейкум ва салляма и одного эпизода из его жизни. Посланник Аллаха саллиллаху алейкум ва салляма говорит АКМАЛЮЛ МУΞМЕНИНА ИЙМАНАН АХСАНУХМ ХУЛЮКА Наисовершенной верой из уверовавших обладают те, кто обладает наилучшим нравом «И лучшие среди вас те, кто являются наилучшими для своих жен», говорит в данном хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. То есть тот мусульманин, который несправедлив, жесток, груб к своей супруге, безнравственен к своей супруге, то этот мусульманин не может быть лучшим среди мусульман. Как бы он себя не пытался показать другим для общества. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, отношение мусульманина к своей супруге считает критерием его благовоспитанности. И история из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. История сватовства старшей дочери пророка Зайнаб. Когда к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, обратился Абуль Ас, с просьбой о выдаче дочери посланника Аллаха за него, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал слово, которое Абуль Ас не ожидал услышать. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал ему, «Ла афаалю хатта аста адзинаха» «Я не предприму ничего, пока не возьму ее согласие», сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть посланник Аллаха был первым из мужчин среди курашитов, который сказал подобное. Я хочу сказать, что если имеются какие-то случаи, злополучные истории из современных мусульманок, то это вовсе не явление для Дагестана. Да, такие случаи имеют место, но в общем женщины в Дагестане живут достойно. Тем более, если сравнить с тем, как живут женщины в других регионах, в другом обществе. И несправедливо пытаться показать такие истории, как явления для Дагестана. И, конечно же, большая есть надежда на дагестанцев, на самих мусульман, чтобы мы старались быть настоящими мусульманами, а не просто носили, несли на себе звание мусульманина, а действительно пытались воплощать в свою жизнь сунну нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.